Меня зовут Ева Лехцер, рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня в текущем видео хочу вам предложить расклад на тему последствия моего выбора. Расклад будет касаться абсолютно любых сфер жизни. Сюда подойдет абсолютно любая тематика. Ну то есть, стоит ли мне брать ипотеку, стоит ли мне выходить за этого человека замуж, стоит ли мне с ним разорвать взаимоотношения, стоит ли мне переезжать и так далее. Работать мы будем с оракулом Кипер. Кипер Чиро Марчетти. Всего у нас с вами будет 8 вариантов. Карты, которые будут требовать уточнения, естественно, мы будем с вами дополнять, если ситуация будет неполной, либо будет неясна. Будем дополнять до трех карт. Ну а если карта сама по себе даст ответ на наш вопрос, то безусловно, ваша же задача воспользоваться им или не воспользоваться. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Проговаривайте свой вопрос, свою дату рождения. Можете уже заранее либо выбрать какой-то вариант про себя проговорить, либо выбрать его потом визуально. Итак, каковы будут последствия выбора? Для тех, кто выбрал первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой варианты. Пожалуйста, смотрите, настраивайтесь, выбирайте. И давайте смотреть. Итак, для тех, кто выбрал у нас первый вариант. Так, здесь у нас падает карта серьезных раздумий, то есть серьезное взвешивание всех за и против, переосмысление, переоценка ценностей. Это попытка ошибиться, сделать неправильный шаг. Эти раздумья могут быть связаны с мужчиной, либо с вашими родителями, которые уже находятся в возрасте. То есть какие-то значимые кардинальные в жизни переживания. Но вот ваш выбор, который вот вы здесь озвучили, для вас это будет ситуация крупного выигрыша, ситуация фортуны. То есть здесь вот то, что вы себе надумали, на что вы так долго решались, для вас обернется успехом, для вас обернется победой. Получением, например, денежных средств, если вы все-таки рассчитывали здесь на какую-то денежную помощь. Либо получение наследства, либо в целом эта ситуация для вас будет крайне успешна. Именно тот выбор, который вы себе проговорили. Для тех, кто выбрал второй вариант. Так, по карте ребенок, для кого-то может быть ситуация где-то рождения, серии рожать или не рожать. Либо ситуация нового витка в жизни. Почему? Потому что ребенок это всегда нечто новое. Нечто такое радостное. Это благоприятные перемены. Потому что карта ребенок, она всегда вот нечто такое неожиданное, радостное, знаете. В чем-то может быть даже какие-то детские взбалношные мечты, либо решения. Но для вас они будут крайне плодотворными. Для тех, кто у нас выбрал третий вариант. Так, здесь у нас падает аркан значимая женщина. Это может быть вы сами, это может быть сестра, мать, подруга. Это даже может быть любовница. И здесь ваша ситуация, скорее всего, касается либо вас, либо женщины. Давайте посмотрим, насколько она все-таки для вас отыграется, эта ситуация выбора. Так, вот здесь падает ситуация возрастного мужчины. Давайте посмотрим. Так, значит, смотрите, как здесь проигрывается. Сейчас подниму карту, чтобы вам было хорошо видно. Вот здесь, если вы рассчитывали на чью-то помощь или поддержку со стороны мужчины, однозначно вы ее получите. Либо, если вы не знали, как в целом вам действовать в той или иной ситуации, ищите поддержку со стороны мужчины. Не всегда она будет в финансовом аспекте. Это может быть помощь каким-то словом, связями, либо в целом из серии, там, знаете, как вас перевести с места на место, либо что-то еще. Либо в позиции трудоустройства, но здесь вам помощь будет со стороны мужчины. Насколько для вас это будет оправдано? Оправдано, потому что здесь карта помощи и благоприятного завершения дел. В этом вам поможет мужчина. Если карта касалась взаимоотношений, ситуации, например, любовного треугольника, уйти или остаться, то вот здесь по картам дайте второй шанс. Вот так вот. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Так, ну, очень часто эта карта указывает на ситуацию переезда, смены места жительства, либо каких-то кардинальных перемен в отношениях. То есть, во всяком случае, вы могли об этом подумывать, потому что карта дистанции, либо карта горизонта, это желание каких-то коррективов, кардинальных перемен в жизни. То есть, быть или не быть, можно даже так сказать. Так, вот то, что вы задумали, для вас обернется большой удачей. Вот видите, здесь ситуация вопроса, быть или не быть, уплыть или побросить якорь. Так вот то, что вы для себя решили, например, остаться или уехать, то есть то, что вы за себя заранее проговорили, для вас будет наиболее правильным выбором. Вне зависимости от вопросов взаимоотношений, вопросов купли-продажи и так далее, здесь вы на верном и правильном пути, чего я вам искренне желаю. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант. Ситуация общества, да, карта, которая говорит, новое общество. То есть, здесь может идти вопрос о смене окружения, о смене работы, о смене места жительства, либо помощи, поддержки со стороны близких, либо в целом, как вас воспримут новые люди, например, новая семья, новое окружение. Какие-то ваши думы могут быть именно по этому поводу. Если, например, опять же, вопрос может касаться вопросов финансов, либо болезни, выздоровления, то здесь нужно поменять окружение, например, поменять специалистов в плане лечения. Если в плане финансовой поддержки, искать помощи среди родственников, среди друзей. Так, ну вот здесь то, что вы задумали, обернется ситуацией краха. Не знаю, чего касаться этот вопрос, не пугайтесь. Карта, это карта окончания, это не в смысле сама по себе смерть, потому что сейчас многие там будут бить панику. Карта гроб, даже в Ленорман, так же, как и второй аркан смерти, сам по себе не несет физической смерти, только в связке с определенным рядом карт. Но вот то, что здесь вы задумали, это неправильный выбор. Поэтому задумайтесь, нужно ли вам его делать. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Ситуация ожидания, ситуация раздумий. Потому что здесь вы в каком-то вот полузадумчивом состоянии сидите у окна и ждете, либо ситуация решится сама собой, либо кто-то внесет в нее коррективы. Ну давайте посмотрим, верна ли эта позиция. Что вам в целом здесь нужно делать. Ваше решение будет зависеть от какой-то значимой женщины. Это может быть мама, это может быть родственница, начальница. Чем для вас обернется это решение? Обернется успехом, чего бы это ни касалось. Если это касается взаимоотношений, сути, кто же здесь, скажем так, преодолеет в этих отношениях, в этой борьбе. Вы или любовница, вы играете. Если вы, для вас обернется ситуация успеха. Если в целом касается какого-либо вопроса, неважно, финансов, переезда, учебы, смены работы и так далее, для вас это будет выигрышная позиция. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант. Здесь карта усилий. Здесь это вам решение дастся большими усилиями и в целом требует очень большого труда и ваших энергозатрат. То есть здесь вам действительно придется попотеть для того, чтобы здесь что-то в целом решить либо прояснить. И вот эти ваши усилия, честно вам скажу, они будут напрасны. Более того, карта затяжной болезни указана на то, что вы, тратя свои нервы, время, можете даже как бы слечь эмоциональное и физическое истощение. Поэтому подумайте, тот ли это путь, по которому вы идете, нужно ли вам это. И для тех, кто выбрал восьмой вариант. Карта письмо. Здесь может идти ситуация переписки, продовых, деловых соглашений, денежных переводов, денежных вложений, оформлений чего-либо нотариально. Давайте посмотрим. Ну и серии там написать первое, не написать тоже может быть такое, да. Итак, вот то, что вы себе здесь выбрали, то, что вы себе здесь задумали, это будет ситуация кабалы, ситуация зависимости, неправильного выбора. Если ситуация купли-продажи, ипотеки и так далее, зависимость. Если ситуацию написать первое или не написать, напишите первой зависимость. Понимаете, вы сами выстраиваете себе какие-то рамки и ограничения, которые ни к чему хорошему вас не приведут. Так что вот так. Если интуиция вас не подвела, вы выбрали свой вариант, он относительно вашей ситуации проигрывается верно. Всем, скажем так, желаю сделать правильный выбор. Вот таким вышел расклад. Искренне вас благодарю за внимание. С вами была Ева Лекцер. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!